МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Лариса Фомченко зі своєю спортивною командою покажуть вам вправи, які допоможуть розслабити м'язи спини. Добрый день! Добрый день! Иногда мы чувствуем боль в спине по той простой причине, что там очень сильно напряжены мышцы, которые защемляют нервный корешок и так далее. Все эти медицинские подробности, в общем-то, не нужны. Важно понимать, что если мы напрягаем что-то, нужно давать и возможность расслабляться, хотя бы для того, чтобы открывались сосуды, происходило питание и мышечной ткани, и суставов, и всего остального. Поэтому сегодня мы будем выполнять очень простые упражнения, но очень-очень эффективные, именно для расслабления мышц спины и внутренних мышц живота, которые, кстати, тоже могут перенапряжением из живота вызывать дискомфорт и неправильное пищеварение в полости живота. Расслабление очень и очень полезно. Но в наше время, к сожалению, расслабление – это самая трудная тренирушка. Садимся с прямой спинкой. Копчик развернут назад, плечи расслаблены. Это одно из упражнений для расслаблений мышц спины и живота, пресса. Принято считать, что сидячий образ жизни создает компрессию в пояснице. Если сидеть правильно, никакой компрессии не возникает. Природа все предусмотрела. Нужно садиться так, чтобы ягодичные мышцы были абсолютно свободны. И давление веса корпуса чувствовалось на седаличных. Под ягодицами есть такие косточки. И вот тогда естественный природный поясничный прогиб выводит копчик назад. И в таком дугообразном положении поясничный отдел позвоночника не испытывает компрессионного напряжения. Повторяю, природа все предусмотрела. Нужно просто уделить этому внимание. И вот сидя так, мы можем расслабить полностью плечи. У нас абсолютно свободны мышцы шеи. Мышцы живота напрягаются и расслабляются только синхронно с дыханием. То есть на вдохе напрягаются слегка внутренние мышцы живота, на выдохе внешние. Естественное такое перетекание. И если все-таки чувствуется спазм в области поясницы или какой-то другой части спины, есть очень хорошая поза, которая позволяет это расслабить, этот спазм снять. Она называется поза ребенка. Мы становимся сначала на коленки. Соединяем косточки, большие пальчики, стоп, пяточки развернуты наружу. И теперь выталкиваем в полном смысле слова копчик назад, так, чтобы вот эти подъягодичные косточки седаличные опустились на пяточки. Мягко расслабляя корпус, опускаем ребра на бедра, лоб на пол. И руки вдоль корпуса. Ладошки развернуты вверх, локти наружу. И позволяем себе расслабиться. Вот тогда, когда мышцы рук становятся, не расслабляются, они становятся тяжелыми. И под тяжестью веса, естественной тяжестью веса расслабленных мышц начинают раскрываться и расслабляться мышцы всей спины. Это упражнение еще называют почечным дыханием. Если вы полностью расслаблены, спокойно дышите носом, как бы видя изнутри, как раскрываются ребра, увеличиваются промежутки между ребрами на вдохе, сокращаются на выдохе, создается впечатление, что дыхание происходит через почки. Высвобождается промежуточек между лопатками. Плечи полностью расслабленные, тяжелые. Только дыхание. Снова чувствуется перетекание. Я повторяю, упражнения на расслабление самые трудные. Мы забыли, как расслабляться. Хорошо. Следующее упражнение для расслабления мышц спины. Можно использовать собачка, смотрящая вниз ладошки на ширине плеч. И ноги согнутые в коленях. Стоим на подушечках стоп. Коленки развернув к центру, выталкиваем таз копчиком вверх. И подтягиваем, как будто бы сокращаем длину корпуса. Подтягиваем лопатки, раскрыв подмышки, вдоль спины к тазу. Шея полностью расслаблена. И потихонечку начинаем натягивать пяточки к полу. И затем уже втягивать коленки, не разворачивая таз. Удерживая копчик, развернутым вверх. Массирующее дыхание животом в этом упражнении хорошо высвободит застойное напряжение. То есть мы дышим носом спокойно, глубоко и синхронизируем работу мышц живота с потоком дыхания. На выдохе глубоко-глубоко втягиваем пупок к спине. На вдохе выпячиваем. Втягивать, втянуть. Держим, держим, держим. Расслабляйтесь, расслабляйтесь. Это как раз о чем мы говорим. Согните ноги в коленках, а вот здесь наоборот втолкните грудную клетку. Не бойтесь, расслабьтесь. Вот, расслабляйтесь. Хорошо, и больше копчик вверх. Выдох, втягиваем, вдох, выпячиваем. Втягивать, то есть сокращать мышцы живота, это привычно. А вот выпячивать непривычно. И тем не менее равномерная нагрузка на внутренние и внешние мышцы необходима для того, чтобы тело и все остальное начало выравнивать. Например, наружные мышцы живота и внутренние мышцы спины, активность этой пары. Хорошо, опускаемся на коленки. И возвращаемся в позу ребенка. Обратите внимание на то, как изменились ощущения. Локти развернуты наружу. Хорошо. Отпускаем плечики. Отпускаем. Отпускаем. Замечательно. Ладошки под плечи поднимаем, выпрямляя руки. Корпус. И поднимаем таз, скрещиваем голени поближе к коленкам, перекатываемся через стопы. Еще одно упражнение, которое все мы умеем и любим делать. Еще с самого детства, но взрослее забываем. Мы сейчас ложимся на спинке. Ложимся на спинку. Подтягиваем колени к груди и обхватываем голени руками. Да, расслабляем шею и начинаем перекаты. Раскачиваемся влево, вправо, произвольно. Да, сначала из стороны в сторону. Хорошо. Возвращаемся к центру. И затем начинаем раскачиваться. Сначала соединяем внимание с потоком дыхания. Дыхание спокойное, глубокое. Выдох передаем в стопы и смещаем центр тяжести к тазу. Обратно просто откатываемся, но до лопаток. И так, да, раскачиваемся, промассировав, позволяя расслабиться мышцам живота, мышцам спины. И дальше переходим к массажу стоп. Да, усиливая амплитуду, начинаем выходить на стопы, отрывая таз от пола. Отлично. И обратно до лопаток. Хорошо. Вспомните себя ребенком. Отлично. Отлично. Садимся. Еще одно упражнение для расслабления мышц спины. Ладошка. На правую ладошку, опираясь из этого положения, выходим на коленки. Выставляем локти под плечи, подбородочек на ладошки. И отпускаем все напряжение. Плечевые суставы от головы. Наоборот, чуть-чуть вперед. Да, да. И позвольте провиснуть корпусу, расслабьтесь полностью до ощущения максимального натяжения до кончика подбородка. Если не поддается никак спинка, можно сделать один очень глубокий выдох. То есть глубоко-глубоко втянуть выдох, на выдохе пупок к спине. Мягко отпустить. Продолжаем спокойно дышать. И отпускаем, позволяем расслаблению во время вдоха растекаться по всему телу. И дальше переходим в более глубокий. Можно остаться в этом положении. В более глубокий вариант. Верхняя часть грудины и подбородочек выкладывайте. Пол. Хорошо. И тоже до кончика подбородка. Чувствуем натяжение. Расслабленное. То есть отпускаем напряжение. Ладошки под плечи. Соединяем косточки, большие пальчики, стоп, седалечные кости. И так у нас спинка. Копчик развернут назад. И в этом положении. Организм самостоятельно восстанавливает все внутренние энергопотоки. Мы снимаем контроль напряжения. Просто наблюдаем за тем, что спинка прямая, несмотря на то, что позвоночник имеет естественный, ярко выраженный поясничный прогиб. Но именно в этом положении практически нет напряжения в мышцах спины. Хорошо. Мы заканчиваем это упражнение. Складываем ладошки. Соединяем плюс и минус. Наполняемся благодарностью. Включаем внутреннюю улыбку. И выводим внимание наружу. Разводим руки в стороны. Благодарю. То есть, если вы ведете сидячий способ жизни, то эти правила сами для вас. Несмотря на то, что расслабление – самая трудная работа при нашем образе жизни, попробуйте. Вы будете приятно удивлены, а ваше тело будет вам очень благодарно. До свидания. До свидания.